Ребят, видите, у нас сегодня много техник, ничего, что если что-то не получается, ничего страшного. Сейчас задача попробовать себя в разных направлениях и понять, ну, что тебе больше нравится. Идти влево, идти направо, поднимать партнера на себя или наоборот стремиться партнера обойти. Вот сейчас мы попробовали воздействие, значит, уже пойти налево и попробовали воздействие, значит, позиции dogfight. Сейчас мы попробуем пойти вниз. Влево-вправо пошли, сейчас попробуем пойти вниз. Вниз это в deep half guard. Сейчас вот парень мне помогать, похоже, придет. Что нужно знать о deep halfе? Это сегодня, вы как заметили, такой экскурс у нас в позиции. Я даю только вершки, то есть только начальные какие-то базовые знания о основных позициях, которые развиваются из днишилда. В прошлый раз я еще замечал, что я не обратил внимание ваше на то, что, вернее, вроде бы обратил на то, что нога должна быть между ног партнера. Но мы начинали, некоторые из нас начинали с ногой здесь. Как сработает проприоцепция, если нога будет здесь? Я же не могу их так соединить, правильно? Короче, не работает ваше концерт. Поэтому, ребята, давайте внимательно сейчас. У меня сейчас, вот в этих уже воздействиях, когда я пошел уже налево, у меня сейчас нога в half guard находится. То есть, моя нижняя нога цепляет ногу партнера. И, соответственно, когда я хочу пойти в deep half guard, я должен быть изначально в half guard. Что здесь будет происходить? Здесь будет происходить ровно то же самое на первоначальном этапе. Я соединю руку и выстрелю ногой в партнера. Но здесь я дальше не пойду за его спину, а здесь я пойду вниз. Самое важное, что здесь нужно помнить о том, когда вы хотите хорошо нырнуть в deep, это о том, что вам нужно пытаться как бы пройти сквозь партнера. То есть, вы хотите, на самом деле, в идеале вы хотите вылезти из-под партнера и атаковать его спину. Это будет самое классное, что вы сделаете в deep. Можно не делать миллион техник из deep, а просто сделать один раз хороший внутрь нырок и вылезти со стороны спины партнера, и все будет кончено. Я выстреливаю, оказываюсь здесь на локте. Очень важно держать руку. Теперь я хочу головой и рукой пройти сквозь ноги своего партнера. Я влетаю сперва головой, а потом мои ноги переносят через меня ногу партнера. И если у меня оказывается, что мне достаточно инерции для того, чтобы вылезти сразу из-под партнера и атаковать его спину, то я молодец. Это прям максимум, что я могу сделать здесь в этой ситуации. Но, конечно, это тяжело. Голова большая, она плохо просовывается. И не всегда это получается. Но сейчас мы будем делать с вами так. Мы сейчас будем с вами пытаться со всей силы пройти сквозь партнера. Здесь мне не обязательно нужно отрывать ногу партнера, открывать. Я просто собираюсь с мыслями и прям ныряю головой и рукой. Как только моя голова и рука уперлись здесь во что-то, я ногами переношу партнера ногу. Партнер должен стоять на двух руках. Чем больше сейчас веса у партнера на руках, тем больше у меня шанса выбить его плечом и пойти за спину. Чем больше веса на руках, тем лучше. Поэтому ваша задача, когда вы влетаете под партнера, ваша задача сделать так, чтобы он поставил руки и как можно больше веса у него было на руках. Я также дам вторую опцию. Потому что, конечно, далеко не всегда у нас получается так круто винтиться под партнера, чтобы сразу вылезти за спину. Все остальные опции часто в джиу-джитсу, они связаны именно с тем, что вот этот первый, первоначальный вектор не срабатывает. Поэтому я дам вторую опцию, самый простой свит из дипа. Я залетаю сюда, переношу вес на левый бок. Сейчас я лежу на левом боку. Я не лежу на спине. Если я вдруг оказался на спине, я должен развернуться на левый бок. Мне помогают мои ноги это сделать. Теперь мой партнер, возьмем его естественную реакцию. Мой партнер отталкивается назад. Я перехожу своей правой свободной рукой на ногу партнера. Я обхватываю его одну ногу. Сейчас мою ногу партнера я держу и ногами, и обеими руками. И возвращаюсь сюда, прижимая грудь, ногу партнера к полу. Супер простая вещь, супер рабочая. Есть у нас черные пояса, которые этим свипом уничтожают все живое. Поэтому давайте его подрелим и попробуем его применять в нашей борьбе. Как только я чувствую ответную реакцию, я разворачиваюсь обратно в том же направлении. Знаете, для того, чтобы партнера эффективнее отправлять на руки, то есть вес его переносить, часто используют замок в районе колена. Таким образом, вы как бы давите на колено партнера, и ему мешаете переносить вес обратно. Это хороший способ вылазить за спину. Но в то же время это хороший способ просто удерживать партнера и в ги, и в ноу ги. Выстреливаете, захватываете ногу, и прямо здесь начинаете ее скручивать. Если вы можете теперь плечом подбить и вылезти, вы молодец. Но если нет, то этот же контроль вам помогает удерживать эффективно ногу, двигаясь в обратном направлении. Все очень просто, никаких сложных контролей, переходов, перехватов нет, как видите. Все очень просто, именно так. Динамика. Постарайтесь со всей возможной смелостью, отвагой нырять в партнера. Переворачиваться с правого бока на левый. Вы должны провернуться вокруг линии своего, вокруг оси своего тела. Ребята, добавлю немножко от себя. Когда вы хотите провернуться под ним полностью, работайте все в тело. То есть вы под него зашли, не надо здесь лежать просто сбоку-набок. У вас есть ноги, чтобы переносить его ногу. Но также у вас есть силки. То есть у вас одна нога подняет, другая на нем. Руками его тоже приносить. И когда вы будете приносить соперника при помощи своих и ног рук, вам присподнял будет вылезти гораздо проще. То есть банально, вы тогда можете его руками провести и выйти ему за спину. Вся энергия, вообще все ваше тело должно работать для единой цели. Для одной цели. Вы должны как можно глубже влететь. В этом суть Deep Half Garden. И под эту прекрасную музыку мы начинаем отработку. Раз, два, три. Медсан, как ты думаешь, сколько техника с цепочки, которую показал Анатолий Абрамов, запомнит средний посетитель сегодняшнего семинара? Он запомнит те, которые сегодня не показывали, но он выдумал по ходу отработки. Кроме этого кадра больше уже ничего не надо. Леша, иди переодевайся. Мы только тебя и ждали, дорогой. Ботинки хотя бы сними. Ну, по-чего-нибудь поприличнее наденье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова